Если у вас есть готовый светильник или люстра, вам остается его и ее подключить к электроповодке и закрепить на потолок. Лично считаю такой вариант наиболее оптимальный. Но если у вас остались старые комплектующие, главное желание собрать свой светильник или даже люстру, а на сэкономленные деньги купить подарок жене, то достаточно посмотреть этот ролик, которым я и поделюсь всем нехитрым опытом. Итак, сборка и монтаж потолочного светильника приступим. Ну вот в данном случае мне потребовался светильник в прихожую. К нему было одно важное требование. Он должен был быть расположен как можно ближе к потолку, чтобы открывающая дверь шкафа, видите дверца шкафа, его не задевала. Как это происходит сейчас, когда подвешен простой патрон с лампой. Делая ремонт, старые люстры и светильники бра аккуратно сложил в картонный ящик. Вот они-то мне сейчас и пригодят. Да, я думаю тоже кто как делает ремонт, собирает там старое, все вешает новое, старое демонтирует, кто-то выкидывает сразу. Ну я вот собрал в данном случае, надеюсь, что мне пригодится. И вот они мне и пригодились. И как говорится, если что-то собираешь, чтобы не быть плюшкиным, из этого нужно что-то делать. Раскладываю все это хозяйство на столе, видите разложил, ну и прикидываю, что мне может пригодиться на светильник. И вот что выбрал, ну перечислим. Крепежная монтажная планка с декоративными гайками, большая декоративная чашка, декоративная пластиковая позолоченная трубка, вот видим. Металлическая трубка с наружной резьбой, мелкая декоративная чашка, патрон с наружной резьбой, из круговой прижимной гайкой, из прикрученной металлической пластины, имеющей внутреннюю резьбу. Металлическая пластина, стеклянный матовый плафон, лампа накаливания на 40 ватт. 40 ватт это очень важно, чтобы светильник не перегревался и не разрушался патрон. Можно вместо конечно лампы накаливания взять экономку, это тоже будет вариант. Ну начинаем собирать свой светильник. Продеваем провода, прикрученные контактным пластином патрона, в трубку с резьбой. И вкручиваем, да, нам нужно вкрутить в крепежную пластину патрона. Ну, крепежная пластина патрона, да, видите, бывает сам патрон, выполнен уже с внутренней резьбой, можно вкрутить и туда. У меня просто вот был такой патрон с бара, я использовал его. Вот видим, вкрутили, надеваю пружинную шайбу, а потом малую декоративную чашку. Затем очередь декоративной пластиковой трубки. Затем большую декоративную чашку, зафиксируем ее гайкой. И вот видим, вставляем здесь пластиковую такую заглушку, она чем хороша? Она не дается порезаться нашей изоляции провода об острые края трубки. Вот у нас так, видим, все получилось. Затем нам нужно одеть плафон. Надели плафон и прижимаем его круговой гайкой на наружную резьбу патрона. Такие гайки, да, есть, они всегда, как говорится, прижимают люстры. Вы их, если разбирали люстру, вы их всегда видели. Плафон у нас собранный. Затем вот такая вот деталь, вот у нас монтажная планка. И мы фиксируем ее строго по размерам отверстий на декоративной большой вот этой чашке. Здесь гайки есть, мы зафиксируем ее, чтобы когда мы эту монтажную планку прикрепили, чтобы у нас четко мы потом не мучились, когда монтировали уже люструю. Эти винты у нас войдут строго по своим размерам. Затем одеваем клеммники. Обычно я их делю, потому что встречались у меня такие случаи, между клеммниками там сырость какая-то попалась или что, парабой угольный. И подмыкала проводка. Чтобы этого не случилось, я обычно всегда делю это, как говорится, себя оправдывать. Пускай даже такого не будет, но лучше перестраховаться. Вкручиваем лампочку и начинаем от разметки. То есть нам нужна разметка. Мы обесточили, да, свою проводку. Надели крепежную планку. Отметку сделали. Вот эта отметка. Нам нужно высверлить. Естественно, вы должны знать, где проводка, чтобы вы потом не попали. Потолки бывают, естественно, разные. Бывают бетонные плиты перекрытия. Тогда здесь нужно будет аккуратно высверлиться и уже работать перфоратором. Либо бывают такие более помягче потолки. Тогда вам достаточно будет дрели, чтобы засверлиться, вставить дюпеля и прикрепить планку. Ну вот, я этот момент пропустил. То есть высверлено, вставлены дюпеля, прикрутил крепежную планку. Все. Осталось подключить люстру. Люстра у нас собрана, помните, подключил и не собирая, проверим ее. Включим. Мало ли, вдруг придется отключить и что-то там, мы забыли там, какой-то контакт у нас будет нерабочий. Лучше без разбора проверить сразу. Обратите внимание, это же было вот чашкой большая декоративная с под бра. И здесь вот под выключатель осталось такое отверстие. Но я его специально не декорировал. Я решил это просто повернуть в сторону своего шкафа. Это будет мне как дополнительная вентиляция, так я себя успокоил. И все. И в принципе снаружи будет не видно. Но если у вас круговое помещение, то есть эта декоративная чашка просматривается со всех сторон, то вы можете декоративно чем-нибудь ее заделать. Это уже подберете сами. Ну все. Собрал, закрутил, прикрепил плотно к потолку, выровнял, чтобы ровно все красиво было. И все. Задача решена. Так что таким вот образом вы можете собрать свой светильник. Все. Дверца открывается, светильник получился короткий. Его ничто не задевает. Ну что, жена рада, деньги сэкономлены. Теща называет меня хозяином. Ну что еще мне надо? Можете посмотреть этот ролик и собрать что-нибудь вообще свое, что у вас есть. Применить какие-то дизайнерские решения. Но я решил не заморачиваться. Мне нужно было просто и быстро собрать такой осветительный прибор. Что я и сделал. На этом все. С вами был сайт Доммастер, который вы традиционно можете найти по адресу master.com. До свидания. Продолжение следует.